Володин и Золотов обсудили идею увеличения срок перерегистрации оружия. Да никакое увеличение они не обсуждали, это все херня, это все повод. Обратите внимание, Володин встречается с Обрамовичем, Володин встречается с Золотовым, это люди, с которыми он не общался. То есть это воронье, воронье в стае сбивается. Они чувствуют, что скоро путинскому режиму будет конец. В смысле не путинскому режиму, Путина. А хотят, чтобы продолжался их банкет. И поэтому сбиваются в стае. Вот Володин с Золотова потаскал, ну тот тупорылый, конечно, вот такой вот. Володин хитрый и умный, то есть Золоту удеваться некуда. Он либо ляжет под Володина, либо те люди, которые его, так сказать, не очень сильно любят, они его сожрут. Но я ему скажу, что и Володин тоже его сожрет, в любом случае. И нахер ему золото? Зачем ему? Абсолютный дебил, ему непреданный. Володин такого не терпит. То есть ему нужны дебилы, но они должны быть абсолютно преданы. Поэтому вороны взбиваются в стаи. Это цитата сегодняшнего дня. И раскритиковал Вячеслав Володин иностранные названия ресторанов. Был в Саратове, прошел по проспекту, что-то там раскритиковал. Все, ну правильно, проспект весь развален. И он говорит, а здесь будет жемчужина. Какая нахер жемчужина? Все, там уничтожили они. И вот он сказал, там есть Тандырная рядом с консерваторией. Это нарушает традицию, культуру и облик города. Абассац. Знаете, историю с Тандырной, кстати, мы ее проходили. Здесь уже я вещал. Когда Эрдоган там нож в спину Путину сунул, помните, самолетик сбили. Очень сильно возмутились, в том числе и хлебососы, и володинские такие. Ну, мелкие носители портфелей за носителями портфелей, за носителями портфелей, за носителями портфелей, за бывшими носителями портфелей и так далее. То есть, самая нижняя каста, да, вот этих вот володинских коренделей, они очень сильно возмутились, что в Саратове на проспекте Кирова аж два заведения друг напротив друга называются Турецкий Тандыр. Они требовали их закрытия, причем эти люди, они сами постоянно и до этого, и после этого ныряют в Турцию, потому что Володин не поощряет, когда вот эта вот шобла, вот эта шелупонь, да, она куда-то там ездит по каким-то серьезным заграницам. Поэтому они ныряют в Турцию, чтобы, ну, их там под каток не кинули за то, что они съездили куда-нибудь там во Францию, в Англию и так далее. Вот, и турецкий Тандыр вынужден был переименоваться и стать просто Тандырный. А теперь вот Володину не нравится это название, в том же, в том, что он называется, то, что называется Тандырный, это вот нарушает традицию, культуру и облик города. Володин никогда не жил в Саратове, ну, в смысле, жил короткое время в Саратове, извиняюсь, извиняюсь, то есть родился там у себя, да, и потом ускакал в Москву. Будем говорить о том, что учился и жил, ну, там, сколько, 15 лет, да, вот, в Саратове, да, ну, кстати, достаточно 15 лет, чтобы освоить уже краеведение, да, и знать, что в Саратове, в той самой консерватории, про которую он говорит, на первом этаже, на первом этаже раньше была, ну, так называемая торговля колониальными товарами. Такая вывеска круглая висела, торговля колониальными товарами, так что все эти дела, они очень традиционные и культурные, а если он хочет то, что отражено там, допустим, в классике, да, то, помните, столовая, бывший друг желудка, профсоюзная столовая, это тоже на проспекте Кирова, рыбное кафе, то есть описали Ильф и Петров, описали вот этот бывший друг желудка, профсоюзную столовую, которая в мое время стала рыбным кафе. Так что, Володя, если хочет традиций, то какие традиции ему нужны? На мэрии, на мэрии, на том здании, где сейчас находится мэрия, когда в 16-м году в Саратов приехал Ильф, Илья Ильф, было написано, сейчас, секунду, доходный дом о Бендера, доходный дом о Бендера, Илья Ильф в записной книжке написал о Бендер, Остап Бендер, очень интересно, так вот родился Остап Бендер, да, Бендеры в Саратове живут до сих пор, ну, последних которых я знал покойные, да, и детей их, я не знаю, один был профессором технического университета, другой медицинского, ну, тогда это институты были, когда я их знал, политехнический институт, медицинский институт, так что, вот, видите, как интересно, то есть Володинские сами заставили переименовать в Тандырную, из турецкого Тандыра, ну, то был как-то логичный турецкий Тандыр, да, и Тандырная, какая нахер Тандырная, а теперь вот они негодуют по этому поводу. Тандырная, какая нахер Тандырная, а теперь вот они негодуют по этому поводу. Тандырная, какая нахер Тандырная, а теперь вот они негодуют по этому поводу.